В начале совещания глава напомнил собравшимся, что в период распространения коронавирусной инфекции следует соблюдать меры личной гигиены и по возможности провести время дома на карантине. У нас более двух тысяч на сегодняшний день человек должны находиться на самоизоляции. Это не говорит о том, что они все инфицированы. Наоборот, хочу подчеркнуть, что в Краснодаре у нас на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая заболевания краснодарца коронавирусом, хотя четыре человека у нас на сегодняшний день в целом по краю госпитализированы. Из-за введения карантина в Италии в Краснодар в ближайшее время не сможет приехать художник, который в прошлом году начал рисовать граффити на стене органного зала, но из-за похолодания отложил работу. Теперь завершать рисунок, скорее всего, будут местные ребята. Должен был сейчас уже появиться в городе Краснодаре. То есть ему выписаны были соответствующие билеты и визы оформлены. Поэтому давайте пообщаемся с нашими граффитистами. Может быть, посредством удаленной связи с итальянским художником получим какие-то согласия на завершение работ нашими, непосредственно художниками. Один из вопросов планерки касался обновления общественного транспорта города. После прошедших аукционов удалось сэкономить денежные средства. Они пойдут на закупку 12 дополнительных вагонов. Всего же в этом году и в следующем Краснодар получит 68 новых трамваев. В апреле пройдут торги по выбору подрядчика на приобретение троллейбусов. Та техника, которую мы получили, она хорошо себя зарекомендовала. Я рассчитываю, что новая техника, которую мы будем отыгрывать, она будет уже более современной. Мы об этом говорили. Более вместительна, потому что аккумуляторная батарея у нас будет, я так понимаю, из салона вынесена в заднюю хвостовую часть самого троллейбуса, что даст еще больше простора. Еще одна тема напрямую связанная с городским транспортом – это пересадка 700 деревьев с улицы Московской, где будет проложена трамвайная ветка. Растения переместят на улице имени Петра, Метальникова и Корякина. Также на планерке стало известно, что уже готовы проекты по реконструкции улиц имени 40-летия Победы и средние, что на западном обходе, и дороги, ведущие в хутор Копанской. В краевой столице продолжат бороться с расклещиками незаконных объявлений. От их деятельности страдает внешний вид остановок, столбов и зданий. За прошлую неделю выявили 10 фактов такой расклейки. Искать заказчиков объявлений теперь будет полиция. Сотрудники внутренних дел также задержали двоих жителей Денского района, которые украли и сдали на переработку 17 канализационных люков. Работа по пресечению незаконных действий будет продолжаться.